Я хочу поблагодарить святейшего всех вас за то, что эти чтения становятся не просто традиционными, они удивительно актуальны и содержательны. Положаю выступление, хочу вам продемонстрировать вот эту таблицу, где все правители России с времен Владимира Крестителя до нынешних дней, их 130 человек. Они по-разному укладывали свои силы в развитие нашей державы. Но, вот сейчас председатель Думы подчеркнул, в основном было молодое племя, которое решало судьбу нашей державы. К тому же Дмитрию Донскому, который стоял над Кручей в Коломне и молился, не было и 30 лет на каноне Куликовской битвы, где он дал обет все сделать, чтобы освободить от Ордынского их. И если посмотреть на образ Петра Великого, ему и не было 35, когда он заставил шведов сложить свое оружие и заявил, что отныне Российская империя сформировалась. А до него Иван IV, Иван Грозный, и 25 лет не было, когда он пробил дорогу по Волге на юг, открыл ворота в Сибирь и поставил свою державную ногу на Балтийское из моря. Командиром советской армии, взводов, рот и батальоном было 20-22 года, когда они сломили хребет фашистскому зверю и расколотили его в логове Берлина. Но надо иметь в виду, мы с вами отбились от всех субостатов. И если не будем сейчас плотно работать с новым поколением, если оно не будет знать наши великие победы, наши трудности и проблемы, если оно не почувствует свою личную ответственность за судьбу державы, нас, на мой взгляд, впереди ждут большие испытания. В Дежинске мы уничтожили Советский Союз, уничтожим и Россию, православие – главный враг Америки. Откройте и посмотрите последние события, начиная с конфликтов в Грузии, Украине, Сирии, собственно говоря, Сербии, Югославии, да и сегодня Белоруссии. Ведь попытки столкнуть и рассорить православные страны продолжаются в самом жестком и организованном порядке. Мы вместе с Мельниковым почти 20 лет отработали в Совете Европы. К нашему голосу там прислушивались. Но меня поражало то, что не было ни одного представителя из Прибалтики, ряда восточных стран, восточно-европейских, которые бы не подчинились американской демагогии и каждый раз не воспитывали нас за то, что мы поддерживали братскую Югославию, за то, что мы сопротивлялись терроризму, за то, что мы защищали родную Белоруссию. Каждый раз они нам предъявляли очередные счета, хотя им доказывали и показывали, что мы-то желаем вместе с вами развивать самые добрососедские отношения. Выступая с докладом о Европе и ее будущем, я им заявил, что если Европейский Союз у вас почти 500 миллионов, огромный потенциал, у нас совместные две прививки от войн, если мы вместе сложим потенциал, это будет самое перспективное предприятие 21 века. Если учесть динамичный развивающий Китай, который имеет с Европой товарооборот уже сегодня 540 миллиардов долларов, тогда вместе мы можем уверенно смотреть будущее. Тем не менее, как только это слышали американские представители, так начиналось возням, и возняет и продолжается и до сегодня. Я хочу сказать, что именно в этих стенах прозвучало три года назад великое слово наших руководителей. Наш президент Путин, выступая, сказал, мы должны обязательно сплотиться во имя будущей сильной и процветающей страны. Святейший Патриарх заявил, лишь святая Русь ее высочайшими ценностями может нас сплотить и объединить. С этим нельзя не согласиться, это надо самым энергичным образом поддержать. А Нобелевский лауреат Алферов, который здесь у нас работает во фракции, единственный Нобелевский лауреат на всей планете, выступая, сказал, без великой науки, классного образования, без супертехнологий мы не продвинемся вперед. Поэтому святая Русь, державность и советская справедливость – это то, что нас объединит перед всеми вызовами и позволит нам преодолеть те трудности и проблемы, которые сегодня возникли. Мы услышали, услышали это требование, мы все сделали для того, чтобы сформировать бюджет развития. Вот Кашин Владимир Иванович сидит у нас, крупный ученый, специалист, подготовил программу развития и аграрного комплекса, и продвижения научных достижений. Мы создали уникальное учебное заведение у Алферова, где объединили талантливых детей, великолепную науку и суперсовременные технологии. Вы представляете, три года никак не могу продавить, чтобы это стало всеобщей потребностью. После дефолта, когда, казалось, мы ножки свесили в пропасть, тогда Примакову, Маслюкову, Херащенко предложили программу мобилизации ресурсов для развития страны, и тогда нам удалось провести закон о народных предприятиях. Сегодня, если вы посмотрите, народные предприятия, тоже совхоз Ленина, который стал лучшим в стране, лучшая система подготовки молодежи. От профориентации, великолепных детских садов, робототехники, суперклассных технологий до школы будущего никак не могу продавить на нашем телевидении, чтобы они показали этот потрясающий опыт. Опыт, которым радуется весь микрорайон. Там зарплата средняя 90 тысяч. Мы отстроили уникальные предприятия Усолье и Сибирское. Самая высокая зарплата сегодня 108 тысяч в среднем, полный социальный пакет. У Казанкова лучшие предприятия в Европе, выиграл все европейские конкурсы. И все, и в совхозе Ленина, и у Казанкова построили великолепные храмы для верующих. Там давно они делят. Веришь, ты не веришь. Если у тебя потребность есть, ты должен иметь такую возможность. На мой взгляд, что если мы вместе с вами поработаем над реализацией такого рода программ, мы решим многие задачи. Но нам надо прекрасно понимать, никого не пугаю. Никого. Но, на мой взгляд, не было еще в истории, новейшей истории нашей страны, ситуации, когда англосаксы нам объявили полноценную войну. Мы сумели избавиться от ордынцев, выгнали отсюда французов, расколотили фашистов. Но они 50 лет вели холодную войну, которая закончилась распадом нашей великой державы, и мы все со страданием это вспоминаем. Но последние пять лет они ведут гибридную войну. Причем сейчас одновременно лупят и по президентской власти, и по русской православной церкви, что они делают на Украине, это вообще невиданные подлые. И по организованной конструктивной оппозиции. Одновременные всех стволов для того, чтобы протащить снова либеральный реванш и всю эту хевру, которая душила страну в 90-е, и сейчас как клопы вылезли из всех щелей. Мы обязаны с вами забыть некоторые прошлые обиды и трудности. Мы обязаны с вами понимать, что сильные, умные, образованные и конкурентоспособные в этом мире мы кроме себя никому не нужны. Мы обязаны с вами перед этими опасностями сплотиться. Поэтому защита православных святынь, наших державных традиций, симфония властей, как никогда актуальны сегодня. И здесь, на этих чтениях, мы должны прочувствовать, что есть возможность сплотиться. И главный лозунг наш должен быть «Спасет нас верность России». Я уверен, что мы будем и перед вызовами времени, и перед ликом Всевышнего оправдаем это высокое звание патриотов российской государственности. Субтитры создавал DimaTorzok